Всем в тренде! Сегодня воскресенье, а это что значит правильно? Это значит, что пришло время обновить свой плейлист лучшими новинками из рэп-индустрии, а также обсудить вместе с вами все самые громкие новости. И начать хотелось бы с анонсов новых релизов, которые нам стоит ожидать в ближайшее время. На следующей неделе выйдет долгожданный альбом Кизару, на котором есть фит со смокперпом, и это я считаю очень крутым достижением, все же это фит с топовым западным артистом. Также 14 августа в сети появится еще новый альбом от Рокета. Да, этот парень дико продуктивен, так как буквально две недели назад вышел микс-тейп с Vex Season 2. И еще один релиз нас ждет на следующей неделе, это альбом от Piro Kinesis. Поэтому следующие 7 дней для фанатов Кизару, Рокета и Piro, надеюсь, будут лучшими в этом месяце. Ну и еще хотелось бы обсудить маленькую демку, которая попала в сеть. Это отрывок из совместной композиции Tentacion и Lil Ness X. Все же, знаете, можно все купить за деньги, но я не понимаю, зачем делать этот фит. И как ковбою вообще не стыдно было покупать материал инфрою, чтобы похайпить на этом. Не знаю, ребят, надеюсь, что это фейк, либо просто демка, которая никогда не выйдет. Ну и, конечно же, я вам ее сейчас продемонстрирую. Ну а теперь маленькая рекомендация. Сегодня хочу познакомить вас с таким молодым исполнителем, как Юнус. Для всех любителей лирики, вокала и клубной музыки его творчество будет как раз-таки по душе. Мне лично очень сильно понравился трек «Стану светом», но я рекомендую послушать весь его альбом «История одной любви». Уверен, что-то вы там для себя да найдете. А также рекомендую посмотреть его новый клип, который называется «Не танцуй со мной». Все ссылки, как всегда, я оставлю в описании под роликом. Когда погаснет небо, я стану светом для тебя. Я стану светом, я стану светом, я стану светом. Эту ночь придумал кто-то, но не я. Этой ночью будешь ты одна. Не танцуй со мной, я уже не твой. Не танцуй со мной, а просто стой. Не танцуй со мной. И первым, кто откроет наш топ лучших песен недели, это «Скриптонит». Да, видимо, его новый альбом уже не за горами, так как выходит очень много материала в последнее время. Вы только задумайтесь, три клипа вышла на протяжении прошлого месяца. Я уже молчу про количество лайвов группы «Скриптонит». И на этот раз это опять фит с такими исполнителями, как Кали и давним товарищем Адилем Трувером. В целом, это агрессивный бэнгер, который больше напоминает именно старое творчество Адиля. Даже скорее творчество Джилл Зэй. Ну и продолжая эту тематику, стоит еще упомянуть новый клип от Трувера под названием «Медали». Мне очень сильно понравилась эта видеоработа. Она очень качественно снята, и там есть много интересных фишек. Да и трек тоже классный. Ну, что сказать, казахи умеют делать стиль. Рекомендую обязательно к просмотру. Самый ожидаемый альбом этой недели наконец-то вышел в сеть. Да, это новая пластинка от «Велиал Сквада» под названием «Голову на плаху». Кто помнит, когда я составлял топ лучших песен 2018 года, там был трек «Дробовик», которым я просто не мог никак наслушаться. Я очень долго ждал новый альбом, и могу сказать, что он оправдал мои ожидания. Это все тот же мрачный стиль, безумная атмосфера и, конечно же, кач. Лучшие, на мой взгляд, песни – это «Кара», «Фит с чемоданом», где, кстати, используется сэмпл из их старого хита, я забыл, к сожалению, название, и «Мунрок». Пишите в комментариях, как вам данный релиз и какой вам трек понравился больше всего. Субтитры сделал DimaTorzok Сатир выпустил на своем канале одну из лучших пародий за все время – это пародия на Оксимирона. Здесь идеально все – отсылки, грим, сценарий и даже трек настолько слушабельный, что его можно отдельно гонять у себя в плейлисте. Отличная работа от Сатира. И давайте немного поговорим про отсылки. Пародия начинается с того, что нам показывают еще молодого – Окси 10 лет назад, который сидит в гринд-парке и сочиняет в блокноте новую песню. Ну а к нему подсаживается Оксимирон из будущего и начинает обвинять его во всех своих косяках. А далее идут отсылки на всем известные видео при участии Мирона. Это батл со славой КПСС, часовой видео о конфликте с Элэспейн, Рью Урганта, Клип-детектор лжи, Безумие, Лещия Джигана, Извинения перед Джиганом, ФБ Стол, Премия Джейкью, Констракт и еще много-много отсылок. Очень годная пародия. Если вы ее не видели, советую обязательно вам ее посмотреть. Когда выстрелишь, не вздумай по постелек, дорожку там постелят, но тут же и пасть склеят. И спустя время ты будешь и сам верить, что манифест – это фестиваль денег. R&B Клаб также на этой неделе порадовал нас новым материалом. Это новый сингл от OG Будды и Lil Crystal под названием Lil Mami. Но, ребята, блин, что за прямая бочка? Где минималистик трек? Что это вообще за дичь? Также еще одна новиночка на этой неделе вышла от представителей R&B Клуба – это новый EP от Magnuma, на котором, к слову, есть фиты с 39-м и локо от жирока. Ну что ж, лично я жду опятый круг от платины. Сука, посмотри на этот нал из своей лады, пулемет из крыши, мы палим по эстакаде. Кузов погнут, шин не дрогнут, нига, ты не в статах. Пули, если че, макну, мы локо, трап-солдаты. Веруши в уши, я не буду слушать тихий шум. Мне лишний звук мешает воспринять этот абсурд. На блоке палят, значит, я одел бронек костюм. Трипи Рэд наконец-то представил нам свой обещанный новый альбом, который я могу разделить на две части. Первая часть – это эксперименты и в какой-то степени новый стиль от Трипи, а вот вторая часть альбома уже звучит в привычной для нас депрессивной атмосфере с фирменными завываниями от Трипи Рэда. В целом, релиз мне понравился и рекомендую его послушать и обязательно все целиком. Один из самых крутых хит-мейкеров этого года, Blue Face, также наконец-то презентовал нам свой новый EP, на котором, к слову, очень много мощных фитов, с такими исполнителями, как Lil Pump, Reach the Kid, Toffset, Mozy и другие. Я также рекомендую это послушать целиком, не пропуская ни одну песню из альбома. Скарлорд выпустил новый клип под названием Up, Up, Up. Видимо, теперь он уже будет всегда без маски и стараться вывозить не только своим скримом, но и флоу. Трек мне понравился, он такой, более поспокойней, чем и вот предыдущие работы. И, кстати, 4 октября нас ожидает новый релиз от Скара. Плюс он анонсировал еще альбом, который выйдет пока что неизвестно когда. А теперь минутка фрешменов и малоизвестных исполнителей. Для всех любителей трэпа, особенно для фанатов Рокета, и Кизару, я думаю, это будет очень годный исполнитель. Зовут его Трикстер, он из Тушина, это север Москвы. И этот парень делает очень годное трэп-звучание, с которым я рекомендую вам ознакомиться. А также в его паблике в ВК проходит конкурс на 5000 рублей. Да, это, конечно, не айфоны, как у блогеров, но зато действительно реальный приз, который может забрать любой из вас. Для участия необходимо всего лишь подписаться на паблик исполнителя и репостнуть его альбом. Так сказать, поддержать парня. Да и без конкурса я советую вам ознакомиться с его творчеством. Эй, называет меня Зая, ничего не зная, а, трэппин аут, уэй, ха, эту пусси ваут, эй. Моя хоу, ха, ха, варит долг, номер свишер, номер ван, на нас валит весь квартал. Моя хоу, ха, ха, варит долг. Моя грудь не кресты, ха, будто я из церкви. Учи мои текста, как молитву на сочельни. Будто смитен вайс, но я, я будто смитен вайс. Стэд Ди выпустил новый сингл под названием «Хой». Работа получилась довольно-таки агрессивной. Знаю, какая, что я слаб. Шесть часов в сто часах. Твоя сука хочет стать мне другом, но ей нужно только страх. Детка, прости мне мой стрим. Зай праздник жизни, а мертвый внутри. Помимо того, что Твэд принял участие на альбоме «Велял Сквада», так еще он выпустил на этой неделе сингл при участии «Док Боя». И самое интересное в этом треке это то, что здесь Твэд еще и запел. Кто-то, 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 хочет меня подставить. В лишь бы я продал что-то, а потом меня поймали. Что-то ее парень, кто-то из той компании. Кто-то, кто-то, кто-то на коротком сенеральном. Планы сожигалки разбегаются на папках. Рик Росс спустя два года выпустил наконец-то продолжение альбома, который уже стал классикой. Речь, конечно же, идет о Port of Miami. И на этот раз на фитах мы также можем встретить большой звездный состав из таких исполнителей, как Дензел Карри, Мик Мил, Дрейки и многих других. Это мощно, это жирно, это качает. Обладает и Федук решили экранизировать трек Билли Джин. И судя по комментариям, люди не очень тепло приняли данную работу. Все хотят вернуть старого Облу, тот самый грамм и футуризм. Но, увы, выходят клипы на Билли Джин. Хотя, как по мне, все же это звучит интересно и свежо, но совсем не так цепляет, как старое творчество Облы. Но, ребят, это еще не все. Много новинок мне не удалось показать в выпуске из-за авторских прав. Вы все просите больше запада и побольше кусочки вставлять, но не могу, ребят. Претензии не ко мне, а к ютубу, а точнее к лейблам, которые банят мои видео за 5 секунд ставки песни. Поэтому все остальные новинки вы найдете в нашем плейлисте в группе ВКонтакте. И не забывай, что у нас есть инстаграм в тренде ТВ, где ты каждый день сможешь обновить свой плейлист с новой музыкой, а также первым узнавать о разных новостях хип-хоп индустрии. Ну и, конечно же, жду подписки на канал, чтобы обновлять плейлист вместе со мной каждое воскресенье. Субтитры сделал DimaTorzok